А тем временем следы серых хищников почти в каждом населенном пункте Сысельского района. Где-то единичные, где-то видно, что прошлась и целая стая. Так, вблизи Визинги жители заприметили пятерых волков. Там же еще в начале ноября видели пару особей. Напомним, вопрос с дикими зверями в муниципалитете стоит уже не первый год. О ситуации сегодня в действиях местных властей узнала Виктория Денисова. Ситуация с волками – просто беда. Именно с этих слов начинается публикация о серых хищниках в местной газете. Аж пять волков, целая стая. Да еще и вблизи райцентра. С наступлением темноты пишут и носу из дома не покажешь. Скажем так, что эта ситуация уже не нова, потому что уже где-то в пределах, наверное, трех лет ситуация с волками у нас напряженная в районе. Просто волки вышли в село, ввиду или отсутствия еды в лесу тогда было. А сейчас, наверное, уже волки привыкли к тому, к легкой добыче, которое они могут найти в селах или поселениях районов. Проблема для села давняя, однако решение все же есть. Около двух лет назад здесь выработали целый алгоритм действий на случай появления хищника в населенном пункте. Жители знают, если только заприметили волка в округе, нужно тут же звонить в диспетчерскую службу. Дежурит она круглосуточно. После сигнала на поиски серого отправляются охотники. Звероловов здесь всячески стимулируют. С марта этого года за подстреленную особь волка или медведя они получают по 20 тысяч рублей. И как показала жизнь, схема оказалась рабочей. На сегодняшний день в районе уже подстрелили почти два десятка особей. К счастью, урона диких зверей не столь значителен, каким мог бы быть. Людей хищники обходят стороной, но вот домашние питомцы иногда все же страдают от лесных визитеров. Собака для волка как фастфуд для человека. Легко достать, да и риск невелик. Одна женщина у нас там садика работает, да. Без 20-10 утра, говорит, да. А у нее собачка большая такая, на цепи. И говорит, волк подошел туда. Надо истреблять. Конечно, потому что бывает, что вот от соседа у меня собаку задрали волки. Следы серого хищника находят во всех населенных пунктах района. К примеру, в Чухлами заприметили выход целой стаи. Теперь власти принимают решительные меры. Охотники уже идут по следу. Но сами признаются, порой без помощи сельчан им не обойтись. Если кто-то в округе заприметил хвостатого, очень важно как можно быстрее донести эту информацию. И тогда поимка серых станет более оперативной. Продолжение следует...